Продолжение следует... 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 Наши молодежи. Почему? Потому что, хотим или не хотим, совершилось то, чему стремился, как раньше говорили, мировой реализм. Сегодня в нашем обществе появились силы, с этой атрибутой звучали слова, Вячеслав Александрович сказал, мировой реализм, наши враги, дам Зармежов, проводят какую-то работу, они ее всегда поводили. Самое страшное, что теперь это будет в любви нашего общества, и этого отрицать никто не может. ...нашему проекту, но и подставила свое надежное плечо в организации нашего исторического семинара. Генерал-майор авиации, председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Тихонович Вологуев. Уважаемые коллеги, добрый день. После яркой речи Сергея Тихоновича, конечно, выступать не очень просто, но тем не менее, мне очень приятно видеть в этом зале генералов, ветеранов, молодежи. И уже в этом имеет местная связь поколений. Я скажу, что, и это неоднократно я вам скажу, что старшее поколение, это духовно-нравственные стержни нашего общества. Это насилие исторической памяти, славных боевых трудовых традиций. И вот задача нашей ветеранской организации, а мы структурируем это в 8 лете Санкт-Петербурга, донести эту патриотику, донести эту связь поколений, чтобы молодежь последовалась на 75-летие прорыва блокады Ленинграда, на 70-летие Сталинградской битвы, которую мы будем отмечать 2 февраля. Вот эти величайшие события, величайшие даты, они должны вызывать чувство гордости за нашу страну, за то, что мы живем в великой России. И это очень важно донести до молодежи. Мы вчера, вот, когда мы, 29-го, встречаясь с секцией, потом на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, говорили про всем это. И Владимир Владимирович еще раз подчеркивал, что Россия должна сделать рывок, рывок, чтобы не остаться на обочине прогресса развития. И это очень правильно, этот рывок уже не ветераны, конечно, будут делать, а наша молодежь, мы и все искусствующие. И если вы душой не поймете, что патриот, она не только любящий свою родину, но и делающий много для ее развития, вкладывающий в свой труд, в свои знания, свой талант в ее развитии. Вот это настоящий патриот. Я в свое время, по-моему, в 16-м году, в самом митингусских недовольствиях, статья была «Патриотизм без обломовщика». Обломов тоже любил Россию, но лежал на диване, ничего не делал, за него христиане работают. Так вот, чтобы у нас не было такого патриотизма обломовщика. И я бы хотел сказать, что мы сейчас делаем проект, видеонетопись «Память поколений». Много у нас в Ленинграде достойных людей. К сожалению, уходят от нас участники Великой Отечественной войны. На сегодня их осталось в Санкт-Петербурге около 12 тысяч. Я вот посчитал, может быть, это не те цифры, конечно, может быть, не надо говорить, но за 10 месяцев пятая часть из всех живущих сегодня в Петербурге ушла из жизни. За 10 месяцев. И это у нас еще много 12 тысяч, потому что половина из них – это Ленинград. Я в выступлении не раз вспоминал наших надежных партнеров, настоящих в музее проекта Федеральное государственное учреждение Роспатриот-центра. Я с удовольствием предоставляю слово ведущему специалисту Роспатриот-центра Александру Сергеевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Роспатриот-центр является ключевым и партнерным проектом Роспатриот-центра. И для того, чтобы у вас сложилось небольшое впечатление о наших деятельностях и мероприятиях, хотелось бы немного вас с ней познакомить. Значит, ключевые направления нашей организации – это патриотическое воспитание и координация государственной программы, волонтерство, развитие территории и поддержка профессиональных сообществ. Ключевыми мероприятиями, которые мы организуем, является, это уже упомянутый всероссийский проект «Геология с героями» совместно с Российской ассоциацией и трудовой доблестью России. Данный проект уже два года реализуется на территории Российской Федерации. Данный проект также направлен на развитие системы наставки чувства молодежи. Спасибо большое, Александр. Для нас очень важно в рамках нашего семинара вооружить вас необходимыми знаниями и науками. Для того, чтобы вы могли вести продуктивную работу с молодежью, мы попробуем вооружить вас новыми технологиями, новыми знаниями и разрешите мне представить экспертов нашего проекта, которые будут эти знания вам сегодня передавать. Ремесло Илья Борисович, член комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, общественного паласта Российской Федерации. Айвазян Артак Андрадьевич, я прошу сверкнуть, внимание, покажитесь. Айвазян Артак Андрадьевич, кандидат политических наук, доцент в карьере социологии и социальных технологий управления Уральского федерального университета. Кандидат психологических наук Архимова Акзана Васильевна. Артем Сергеевич Ступок, без искрения Российской Академии на другом хозяйстве и государственной службы президента Российской Федерации. Вот такие интересные люди будут сегодня с вами на наших площадках. И прежде чем мы приступим к нашей образовательной части, у нас есть предложение с нашими почетными гостями сделать общую фотографию. Надеюсь, вы все не против. Тогда поднимаемся с места и настраиваемся к цепи. Женя, фотограф, где она? Держи. По руководинами, пожалуйста. Так, молодежь, кто помоложе, перед первой линией присаживаемся на корточки, я так думаю. Дальше остановимся на ступенечки. Мы всегда там делаем, на лестнице. И там внутри много. Евгения, можно? Может, на лестнице есть предложение? Вот как вы поднимались сюда, там широкая лестница, вот там нет. Ну что, прислушаемся к мнению старших товарищей. Дорогие друзья, все за мной шагом марш. Все. Так же, мальчишки и девчонки. Давайте, давайте, не пропускай. Да ладно, ладно. Ребята, помогите, пожалуйста, в кольте нашим дорогим ветеранам, и вы тоже на лестнице для общей фотографии. Да, лестнице. Летер, медик. Соро, пойдем. Красавица, привет. Привет. Обещали зайти, не закончили. А я не делаю. Пойдемте, подоградим. Пойдите. Пошли, что ли? Он даже носу. Все, а? Трицет уже. Да когда готов? Тогда я хочу. Вас поднять, все. Нет, мы так поднимаемся. А сейчас, что вы поднимаемся. А сейчас, что вы поднимаемся. А сейчас, что вы поднимаемся. Да. Продолжение следует... 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 В этом есть и плюсы, а есть и минусы. Потому что, если вы приходите на все такое, вы уже не можете свой формат какой-то, допустим, сделать. Похоронки, когда получали, память сердцу, сердце память, мы обязаны свято хранить. Как же ты могла, Россия, на стеке сироп забыть? О взрослении в цехах установ, города из руин поднимали, трактора выводили в поля, все для Родины мы отдавали. Память сердцу, сердцу память, мы обязаны свято хранить. Как же ты могла, Россия, нас, детей войны, забыть? А теперь мы единой семьей защищаем права в нашу стадость. Зла и подвиги наших отцов, матерям нашим светлая память. Память сердца, сердце память, мы обязаны свято хранить. Как же ты могла, Россия, нас, детей, сироп войны, забыть? Войной опаленное детство. Выпущена такая книга у нас в Новгороде. И наши воспоминания об отцах, матерях, сиротском детстве тоже опубликованы. То есть еще как бы один путь заявить о себе. Звонили Путину, звонили, писали, писали бы. Мы просим, требуем. За наших погибших отцов мы сами отрешиваем. Ветераны войны имеют, пустники имеют, дружиники пыла имеют, а мы ничего не имеем. И вот чувство несправедливой обиды нас жжет. И, как говорит, должно быть стыдно нашему правительству. Но глаз вопиющего пустыни до сих пор. Спасибо за внимание. Спасибо.